Здесь была отрезнувшая плита перекрытия. Сюда установят новую. Дефект выявили в ходе обследования около года назад. Тогда один из застройщиков вырыл котлован в считанных метрах от фундамента. Летом прошлого года Анапский суд запретил строительство, а в администрации спортшколы приняли решение осушить бассейн. О нем говорят как и единственно в верном, потому что ключевая задача – обеспечить безопасность детей. Это несущие колонны. Их конструкцию укрепляют с использованием современных технологий. На сегодня работы выполнены примерно на треть. До 1 июля планируется завершить демонтаж. Масштаб работ связан с установкой новой системы перелива воды. Она позволит ежедневно экономить по 150 кубометров. В деньгах это порядка 5000 рублей или более 1 миллиона рублей за весь учебный год. В руководстве спортшколы говорят, что для бюджетного учреждения это значительная сумма. Открыть бассейн планируется к 1 ноября, но это уже с учетом всех возможных задержек. Компания работает четко и все работы выполняются в соответствии с графиком. Реконструкция ведется по схеме государственно-частного партнерства. Заключен трехсторонний договор между частным фондом, детско-юношеской спортивной школой и подрядчиком. Администрация города оплатила проектные работы. Первые 7 миллионов половины запланированной суммы уже поступило. 10 миллионов нам спонсирует Демченко, вот Иван Иванович. И еще порядка 4 миллионов выделено из муниципального бюджета для приобретения технологического оборудования. Перед тем, как принять решение о финансировании действующий депутат Госдумы, Иван Демченко изучил состояние бассейна и договорился о взаимодействии с муниципалитетом. Мы совместно с главой. Вопрос этот уже отработали с Сергеем Павловичем. Более тысячи детей сегодня ходят в бассейн. Всю зиму пусть плавают. От моря не отвыкают. И купальники пусть далеко в ящички не складывают. После купального сезона. Пока идут ремонтные работы, юные пловцы занимаются на базе Всероссийского детского центра «Смена». Уже завтра они примут участие в финале Кубка главы Кубани по плаванию.